приветствую друзья сегодня у нас вечер 15 октября 9 вечера и мы с дмитрием как обычно записываем нашу передачу сегодня 39 передача по счету между прочим я считаю вот скоро будет сороковая но сороковое праздновать нельзя в курсе друзья прежде чем хранить наш передачу да да праздновать не будем категорически да друзья хочу начать с того что хочу покаяться я действительно предыдущей передачи дал маху вот я заявил что пакистан сухопутная страна честно спутал пакистан почему-то с афганистаном но что-то в голове знаешь когда вечером записываешь уже у тебя смешивается все на свете талибан есть и там и там так все нормально а ну да по этому принципу есть талибан значит сухопутная да вот вроде талибан никогда еще знаешь там это не пиратствовал вообще поэтому как-то и решил что пакистане тоже нет моря да так что действительно в пакистане море есть и между прочим не просто море кусочек почти индийского океана и более того в пакистане есть крупный порт карачи а заодно еще несколько портов так что ошибку признаю каюсь вот географичка у меня была в школе слабая но читал я много сам так что если раньше там очень небольшой сегмент ход на самом деле пакистан особо никогда не ставился своего м с в мф тем более что ближайшая база все-таки находится в катаре вот американских коллег вот поэтому как бы мне понравилось твое коллег на самом деле карачи он же находится на этом на так называемом южном коридоре вот там там же как и дубая в принципе дубая заходов вот через транзит но кстати говоря благодаря этому не сильно поднялся ну тем не менее порт есть есть я накосячил накосячил каюсь так вот давайте друзья перейдем к нашим интересным новостям благо их много я посмотрел сводку новостей которые мне подготовили аналитики волосу дыбом стали представляю сколько всего я решил надо фильтровать а то иначе мы так до поздней ночи чтобы не разойдемся тем более есть масса поводов зацепиться языками начнем мы самого интересного только что весь мир то сказать был в энергетическом кризисе да собственно говоря чем он продолжает он продолжает там быть цена на газ снова 1200 то есть она вроде как просела владимир владимирович сказал свое веское слово после этого раз-два-три цена упала после этого снова стала расти почему газа не хватает более того отопительные периоды начинаются начинается напитанный период начинается потребление газа и последние дни кстати говоря отрицательный дебет то есть иначе говоря количество приходящего газа поступающего хранилище меньше чем количество газа потребляемого garlic называется что подъем начался газ очень накапливать то есть все что можно было закопить в этом в это время естественно все оно в этом году закончилась Ой, Дима, я тебя умоляю, откроют вентиль этого самого второго потока, и все будет нормально. Даже если вопрос в другом заключается, то есть сейчас уже как раз подъем газа, то есть который поднимается из хранилища, и тот, который закачивается вовнутрь, он уже отрицательный, это означает, что потребление газа будет нарастать, а закачка в подземных хранилищах будет падать, то есть весь газ будет идти уже на потребление напрямую. То есть вот все, что ему удалось там запастись, оно все там больше не будет. Понятно. Ну все, теперь Европа будет замерзать, но я надеюсь, этого не случится. Все ждут холодную зиму, но ты знаешь, обычно, когда все чего-то очень ждут, оно обычно не случается. Так что будем надеяться, что наши европейские коллеги, как ты говоришь, они сильно не пострадают. Слушай, ну я гуманист, людей жалко по-любому, если они будут замерзать. Надеюсь, никто замерзать не будет. Вопрос в другом. Если потребление будет сверхвысокое, на сверхвысокой стоимости все обанкротятся, то кому ты будешь продавать газ? То есть газ, как бы продажа даже по цене 1969 нулю, все равно будет ноль. Я с тобой согласен. Просто за это никто платить не будет. А цена на бирже может быть как угодно. Естественно. Я думаю, что в эту зиму европейцы будут сильно экономить электроэнергию и будут сильно экономить потребление, в частности, на отоплении. Тоже так, что европейцам в этом случае я не очень сильно завидую. Но, интересно другое. Не успели мы, так сказать, свыкнуться с тем, что в мире идет энергетический кризис, как в мире начался кризис поставок. Это все очень серьезно. Прежде всего проблема состоит в задержках глобальных цепочек поставок. То есть, иначе говоря, товар есть и просто он никак не может дойти до потребителя. Ты знаешь, у меня сегодня были мои клиенты, уважаемые люди, бизнесмены. Вот они мне рассказывают. Они занимаются как раз импортом, экспортом некого оборудования. И, в частности, у них есть твердые заказы, все проплачено. Потребность огромная в том, что они делают. Но они говорят, ты знаешь, мы покупаем этот товар в Южной Корее. И, ну, это там некое оборудование, там запчасти, потому что сейчас много заказов, некая строительная техника, и она очень нужна. Говорит, проблема. Говорит мне, что порты даже вот Владивостокский порт. Да. И не только Пусан, и Владивосток просто перегружен. Просто не могут, они отказываются. Говорят, ребята, мы можем взять там неделю, типа один контейнеровоз. Контейнеровоз. Все. Ну, представьте, что такое контейнеровоз. То есть, в мире нехватка контейнеров, в мире нехватка возможностей и мощностей, и нехватка рук. Значит, и дальше что? Ну, прежде всего, американцы, у них та же проблема. То есть, как бы все проснулись, ковид вроде как там типа заканчивается, но он не заканчивается, но тем не менее. И Байден огласил план по борьбе с дефицитом товаров. Что там у них есть? Главное внимание портам, то есть, воротам в Америку. Сразу несколько ключевых портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич переводят на круглосуточную работу. Ни хренам это не поможет, потому что есть все равно мощности. А потом, где они наберут столько рабочих, мне тоже интересно. Там дефицит, дикий дефицит рабочей силы, но об этом позже чуть-чуть поговорим. Два этих порта принимают, кстати, как правильно, порта или порта? Вот для меня тоже всегда забыли. Я по-английски знаю. Я тоже по-английски. На самом деле, кстати говоря, калифорнийский так работал в последнее время, как бы, как их было 4 на 7. Нет, подожди, ты не увиливай, ты не увиливай, порта или порта? Так я не знаю, я все и сказал. Я по-английски знаю как. Хорошо, на этом решил. Так вот, я думаю, наши слушатели подскажут. Порта, наверное. Порта, ну хорошо. Одно из двух, короче. Да, одно из двух. Или-или. Или вверх, или вниз. Как ни назови, все равно быстрее работать не будут. Да, вот это факт, но это, между прочим, 40% всех контейнеров, которые поступают в Штаты. Итак, этот шаг действительно ускорит разгрузку товаров. А одновременно о переходе на работу в не пиковое время объявят крупнейшие товары компании по поставке именно уже почтовой. То есть это UPS, Walmart, FedEx и так далее. Вот. И Вашингтон просит местной власти ускорить процедуру выдачи лицензий для новых водителей грузовиков. Вот. Но проблема в том, что это односторонние шаги. Это только в Америке. И кроме разгрузки есть еще погрузки. Есть дикая нехватка контейнеров. А проблема состоит вот в чем. Дело в том, что контейнеры – это тоже металл. Металл дико подорожал. Контейнеров не хватает. И все контейнерные сейчас компании загружены, так сказать, надолго. Контейнеров просто нет. И ты знаешь, что интересно? Вот я посмотрел данные, опубликовал в этом в канале. Значит, недавно еще контейнер, отправить вот контейнер, скажем, из Китая. Там, например, контейнер игрушек или велотренажеров. Их дико не хватает сейчас. Стоило примерно 3 тысячи долларов. Ну, скажем. Да, из Китая в Америку. Что ты думаешь? Три раз дороже. Какой в три, Дима? Ты оторвался от жизни. Сегодня 21-24 тысячи долларов. В семь раз. В семь раз. С Рождеством. Да, это Доброе утро называется, иначе говоря, с Рождеством, товарищи. Да. Вот. То есть, понимаешь, прибыли вроде можно заработать. И вот у меня ребята сидели, рассказывают. Мы, говорят, все хорошо, законтрактовано, только доставить не можем. Что в России, что везде. Кстати, поэтому стали хорошо использовать и наш трансиб вовсю, так сказать, летают эти контейнеры. Потому что невозможно. Так что, я думаю, что и Карачи тоже будет сейчас загружено. Все порты мира действительно сейчас очень сильно загружены. Дима, что у нас есть на это сказать? Ну, смотри, прежде всего следует отметить, что сейчас очень важный период в США. То есть, подготовка происходит к Рождеству. На Рождество приходит, значит, часть потребления. Потом в следующий пик у нас приходится на китайский Новый год, на февраль. Собственно говоря, начинается так называемый большой сезон продажный. И, кстати говоря, для целого ряда категорий товаров вместе с Черной Пятницей они генерят значительную часть прибыли на самом деле. Поэтому проблема заключается в том, что происходят разрывы в связи с поставкой, которая распланирована именно в Рождество. И поэтому Байден сейчас как бы позиционирует как спасителя Рождества прежде всего. Плюс ко всему на это накладывают очень важные моменты. Заключается в том, что логистика упирается именно в рабочую силу, в занятость. Значительная часть инкулифицированных рабочих – это именно грузчики, которые работают в том числе на портах. Несмотря на всю цифровизацию, сейчас очень широкая, очень серьезная захламленность, загруженность на самом деле портов. То есть там накапливались, во-первых, контейнеры. Во-вторых, за счет непосредственно коронавирусных ограничений не было возможности подключать полностью рабочую силу. Она даже сейчас как бы частично не работает. У нас поэтому периодически порты встают. Плюс ко всему на это все еще накладывается педиологическая составляющая. Дело в том, что Китай, в лучших третийцах жанра, он вырубает целые провинции и даже города. То есть он их просто вставит на карантин. Поэтому у нас было несколько примеров того, когда порты вставали на карантин. И вот это очень большая проблема, потому что у тебя все подъездные пути к ним, все это встает. Логистика вся встает. И это приводит к очень серьезным задержкам. И третье важное, как бы вишня на этот торт, заключается в том, что значительная часть груза является высокотехнологичной. А с чего он зависит? Правильно, от чипов. Чипы уже приводят к тому, что происходит серьезное сокращение поставок. Apple, который объявил, что он 10 миллионов айфонов недопоставит. Это чисто вычет как бы из доходов компании. То же самое касается других игроков. То есть они анонсируют товары, но им приходится залужать их количество по производству. И это приводит в том числе к проблемам, связанным с непредсредственно логистической составляющей. Ну и важнейшим фактором еще является и то, что фракт очень серьезно вырос. Сейчас активно происходит накопление. Это требует очень серьезного эффективного распределения. То есть весь коронавирусный период транспортники получали серьезные убытки. Они были бы в основном заморожены. И сейчас для того, чтобы расконсервировать этот процесс и перейти, естественно, на 2019 год по объему поставок, требуется колоссальное усилие. Кстати говоря, часть из этих компаний как бы находится в очень сложной ситуации, надо заметить. Но не топы, конечно, но все равно. Поэтому с этой точки зрения как бы Рождество – это хорошая проверка на пропускную способность. Как вы видели, самая узкая в них часть – это именно порты. Да, это точно. Но, кстати говоря, и водителей не хватает, и вообще рабочих рук не хватает. Ты знаешь, сейчас очень интересная ситуация в мире. Я разговариваю с американцами знакомыми. Они говорят, ну как, с одной стороны, уровень безработицы сейчас выше, чем уровень безработицы до кризиса. До кризиса уровень безработицы был что-то типа… Ну вот количество безработных было, по-моему, что-то типа миллион семьсот, миллион шестьсот. Порядка такой цифры. Сейчас количество безработных примерно два с половиной миллиона. Но проблема самая интересная вот в чем. То есть, понимаешь, Павел и сотоварищи ждали улучшения, так сказать, ситуации на рынке труда. Когда, собственно говоря, вот количество безработных должно было бы стать хотя бы уже меньше двух миллионов. А вот нифига. Знаешь почему? Вот ты сидишь год на этом вэлфере, тебя хорошо кормят. Ты привык. Добро с своими делами. У тебя какие-то халтуры. Тебя ренту платят. Да, тебе неплохо платят. Помнишь, как там? За тебя ренту платят в некоторых случаях. Да, 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 да. Ты сидишь и думаешь, слушай, а зачем мне выходить на работу? Буду я получать на 200, 300, там, 500 долларов больше после налогов. Так может, я посижу спокойно и заодно какие-то свои дела поделываю. То есть, психология народа очень изменилась. Поэтому базовый такой уровень, где безработица практически нулевая, я считаю, что он как-то уже сейчас достигнут. И в результате порядка 10 миллионов сегодня рабочих мест в Америке – это дефицит, наоборот. У них дичайший дефицит рабочей силы. Вот, на самом деле, это очень важный момент. Безработица разного уровня существует в США. Например, соответственно, для исследования считали, например, кому выгоднее всего welfare. То есть, как бы вот эти эмиссии – это, прежде всего, неквалифицированная рабочая сила. Афицианты, грузчики. Почему? Потому что человек, получая такую же сумму, более того, у него нет необходимости отплачивать налоговую составляющую. У него и сдержек меньше становится. То есть, для среднего бизнеса, условно говоря, соответственно, или там предпринимателей – это большая проблема. Потому что в данном случае, как бы, у них заработок намного выше, чем, соответственно, потенциальное финансирование. А в случае, например, с неквалифицированной рабочей силой, это, наоборот, приводит к тому, что человек, который имеет граждан США, даже вид на жизнь, название США, да даже на миграционную визу какую-нибудь, ему невыгодно работать. Ему невыгодно заявлять доход, на самом деле. Потому что ты налогов не платишь с прямого инвестиции. Более того, они тебе приходят сразу же на счет. То есть, поэтому, с этой точки зрения, на самом деле, с основной импакт пришелся именно в неквалифицированную рабочую силу. Поэтому сельское хозяйство у нас лежит. Поэтому, на самом деле, частично у нас лежит в большей степени рынок и услуг. Соответственно, это грузчики, это официанты, это, соответственно, перевозка. То есть, все это как раз примеры неквалифицированной рабочей силы, которые, соответственно, у нас... Э, Дима, официант – это очень квалифицированная рабочая сила. Ты не понимаешь. С точки зрения профессиональной составляющей человек, который не получает колледж, колледж, то есть, он его не заканчивает, то есть, он может сразу же после этого, соответственно, в американском, понимаете, средняя школа, ну, наша, то есть, девятый класс, то есть, девятый класс, он после этого уже может работать. Вот эта работа, как бы, она есть, кстати говоря, стоит отметить, что 40% американцев и более 50% американцев в последнее время работают уже после девятого класса. Тут я на днях столкнулся с одним официантом, который мне объяснял, что, вы знаете, вот лучше вам взять... Ну, или подрабатывать. Ну, вот Бог его знает, но я на днях столкнулся с таким, что я просто чуть не умер. Он мне объясняет, вы знаете, вот вы так любите Бордо, да, а вот вы обратите внимание, вот этот вот так вот всяко, вот, например, вам лучше взять Санастеф или, допустим, там, Помероль, потому что Терапыра, и он мне долго это объяснял, и говорю, простите, вы с Амелье? Нет, просто мне это интересно. Так что, знаешь, официанты разные бывают. Нет, ну, это, скорее всего, все-таки официант, который прошел курс в Амелье, то есть, как бы, на повышение квалификации, на вопрос, вообще, если вдруг его бродит, он в колледж не пошел. Вот в чем разница. Возможно, возможно. Но, говорил он очень уверенно, мне понравилось, если честно. Тем более, что он порекомендовал действительно хорошее вино. Знаешь, кстати, среди Бордо интересные вещи бывают. Ты вдруг видишь вино, я, кстати, очень люблю это выуживать, какой-нибудь год такой лохматый, типа 99-го или 2001-го. По идее, вино должно стоить достаточно дорого, потому что это вот самое такое зрелое и, может быть, испорченное. И если непонятно, как оно хранилось, то оно может быть и не очень дорогим, оно может быть весьма дешевым, потому что непонятно, то ли это вино, то ли уксус. Обожаю покупать такие бутылки, потому что, ты знаешь, будешь смеяться, в 90-х процентах случаев ты обнаруживаешь фантастическое вино, невероятное, по цене, ну, не знаю, там... Это называется посевные инвестиции виноделия, я уже понял. Да, 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 да. Купят три бутылки, одна из них выстроит. Кстати, я хочу отметить, в этом году Бордо очень плохой год для него. Почему? А потому что у нас, соответственно, из-за засухи и из-за климатических условий очень под серьезным давлением находятся, в том числе, виноградники в долине Луарах. Ну, будем надеяться, что ребята как-то там... Кстати, им же поливать нельзя, ты же знаешь, да? То есть, самое правильное вино, это которое поливать искусственно нельзя. Вот что хочешь делай, хоть бегай из лечки поливай, им нельзя. Ну, да ладно, мы с тобой отклонились. Смотри, и то, что происходит с рабочей силой сегодня, это очень интересно, вот с какой точки зрения. Ты же видишь, наши даже объявили, по-моему, какую-то амнистию на эту тему. Вот что там было насчет амнистии по рабочей силе? Какую-то, какую-то, это там сотни тысяч людей. Вот, я напоминаю, что... Это так образно, какую-то. Да, не, ну просто как бы в контексте, соответственно, китайского рынка, да, это так, это просто там кто-то зашел куда-то, там в город вошел. Вот, но на самом деле это очень большие объемы. Это, соответственно, представители Узбекистана, Таджикистана, помимо всего прочего. Это более, соответственно, там 150 тысяч только Узбекистана, по факту там будет более 200 тысяч, судя по всему. То есть эти рабочие руки, которые пойдут прежде всего в сельскохозяйство частично, но самое важное направление – это стройка. Стройки у нас очень серьезные проблемы с рабочей силой. У нас восточный полигон – это Транссиб, РЖД. Вот, там уже стройки срывались. Вот, и по факту без рабочей силы, привлечение до рабочей силы, как бы, сложно что-либо делать. Там даже инженерные войска туда привлекают уже сейчас, увеличивают им объемы, соответственно, работ. Вот, туда привлекают заключенных, то есть последняя, как бы, идея с трудовыми, как бы, стройками. Это именно как раз, как раз в основном восточный коридор. Вот, и теперь туда мигрантов, то есть массово завозят уже централизованно. Причем часть из них будет, например, достраивать восточный. Поэтому с этой точки зрения даже странам приходят целенаправленно, квотами, поездами в будущем, а до этого самолетами возить граждан, вот, для того, чтобы этот миграционный, как бы, а то каким-то образом срезать. Почему? Потому что ситуация, например, в Средней Азии очень тяжелая с точки зрения коронавируса. Там действуют серьезные ограничения. Поэтому, если сюда еще заехать можно, то там вот большие проблемы с вакцинацией. То есть все, например, граждане, которые приедут сюда, они должны быть вакцинированы. Причем вакцинированы на территории своих стран, а не на Российской Федерации. И при всем при этом это те люди, которые нарушили каким-то образом правила пребывания, вот, были высланы, но не по суду, это очень важно. Потому что по суду это, как бы, преступления всякие и так и подобные. Вот, и теперь, соответственно, их амнистируют, чтобы они могли вернуться. И таким образом пополнить, соответственно, те миллионы, которым нам не хватает, на самом деле, в строительном направлении. А вот что касается американцев, у них, по-моему, подобная проблема. Только у них прибегают мексиканцы, они тоже собираются, по-моему, амнистию делать? Я напоминаю, что Латинская Америка – это основной поставщик, Латинская Центральная Америка, соответственно, рабочие силы для США. То есть за счет, как бы, разницы. Более того, как бы, существуют целые, как бы, сегменты, которые активно этим занимаются. Сельское хозяйство, Калифорнию, которую ты упоминал, как бы, очень разный торчной труд. То же самое касается, как бы, всего Южного Пояса, вот, где достаточно сильные миграционные составляющие. У них есть квоты, но они уже их выбрали. И, тем более, надо понимать, что за последнее время очень серьезно усложнилась ситуация на Гаити, там военный переворот произошел, в Никарагуа. Все страны пострадали от коронавируса, и люди, как бы, начали перемещаться ближе к тем точкам, как бы, генерации прибыли, в том числе в США. Вот. Но проблема заключается в том, что из-за коронавирусной инфекции, за счет слабого развитости, например, вакцинации в этих странах, есть очень серьезные ограничения. Американцы сейчас ужесточают требования к вакцинированию. У них уже обязаны вакцинировать все госслужащие, уже средства медработники, уже средства... Они сейчас не дают даже спортсменам выступать. Самая известная ситуация с Калей Эрвингом, который принципиально не прививается в Бруклинец. Его вообще сейчас собираются, как бы, дома оставить, пока он не привьется. То есть, на самом деле, начинают ужесточаться все эти сегменты. И на этом фоне, конечно же, возможности для миграционного перехода крайне мало. Просто потому, что в этих странах в меньшей степени разлита вакцинация. А сейчас идет уже... Третья волна пошла у некоторых, уже прошла. У некоторых четвертая началась и идет. То есть, на самом деле, проблема заключается именно в разницах как раз вакцинировании, в разницах, естественно, в ситуации с инфекцией. И это приводит к очень серьезным проблемам. В том же самом, например, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Основная часть грузчиков – это представители различных клинических групп. Поэтому, с этой точки зрения, это очень и очень большая проблема может быть. И для сельского хозяйства, и для транспортировки. Кстати говоря, достаточно большой сегмент в транспортировке. То есть, например, в трансамериканских перевозках, которые проходят, в том числе представляют различные этнические группы. Поэтому, с этой точки зрения, американцы очень сильно пострадали именно в базовой составляющей. У них часть не вышла, потому что они на welfare находятся, которые реально могут работать. А часть, естественно, просто не приехала. Более того, на фоне политической составляющей. Там еще происходит очень серьезное давление и ограничение по этому направлению. Поэтому, с этой точки зрения, это очень большая проблема для стран с достаточно крупными экономиками и серьезным миграционным притоком. Франция, Италия, Германия, Великобритания – очень большие проблемы. Самые большие проблемы сейчас в мире. Именно там мы в меньшей степени, сказалось, на Дубаях, на Объединенных Арабских Эмиратах. А там миграционный уровень очень высокий. Я напоминаю, там вся структура, которая как бы не руководящая, они фактически миграционные плюс-минус. Но они просто раньше вышли из коронавируса. Это плюс-минус сейчас работает. Поэтому сложные проблемы. То есть, сельское хозяйство, которое сейчас не сработало, то есть, это урожай, который надо было собрать, это зимы, которые надо было посадить. Это все мы будем с тобой видеть на полках магазинов примерно, естественно, в феврале, в январе. Точнее, не видеть. Ты знаешь, что мне вот вся эта ситуация говорит? Дикая нехватка рабочей силы, перебои с поставками, повышение стоимости контейнерных перевозок и стоимости производства самих контейнеров и так далее и тому подобное. Что, похоже, в мире начинают закручиваться и закручиваются инфляционные новые волны? Вот что интересно. Ведь что такое инфляция? Стокфляция знаменитая. Да-да-да. Вот сейчас заговорили во все об этой самой зверюге. Остокфляция. Что это такое? С одной стороны стагнация, а с другой стороны инфляция. Что самое страшное? А вот тут, ты понимаешь, очень интересный момент. Ты регулятор. Ты, по идее, должен действительно сделать тейперинг, то есть, иначе говоря, сократить вливание, потому что от этого просто раскручивается инфляция. Но как только ты будешь предоставлять все меньше и меньше ликвидности, у тебя будет усугубляться стагнация. И тогда мир может ползти в очень неприятную картинку. И еще, смотри, вот контейнеры, да, энергия. Дальше рабочая сила, которая говорит, ребятки дорогие, хотите, чтобы мы работали? Давайте-ка повышайте зарплату. Ты что думаешь, это только у них там? Черта с два. Ко мне мои сотрудники приходят и говорят, ты, товарищ работодатель, ничего, что я так на всех сам работаю, но ничего. Мне говорят, давай-ка ты повышай мироед несчастную зарплату. Куда деваться? Буду повышать. Но это квалифицированная рабочая сила. А квалифицированная дорожает. Но у нас это отдельная песня. Это у нас Герман Оскарович, так сказать, шалит. Приходят ко мне люди, говорят, слушай, вот у Сбербанки такие зарплаты платят. А на госслужбе такие. То есть я смотрю и говорю, я что-то не понял. Госорганизации, госбанки платят больше, чем частный бизнес может предложить. Ну, это так, ладно, это я плачусь. Плачь Ярославный. А смысл в другом. Приходится поднимать зарплату. Куда деваться? И так по всему миру, если серьезно. И так в Америке. То есть пошла новая волна. Работодатель вынужден поднимать и поднимать и поднимать заработную плату. Подъем заработной платы – это подъем издержек. Подъем издержек – это новая волна инфляции. Повышаются цены на продукты питания. Пошло-поехало. Вот тебе и закрутилась вот эта самая инфляционная спираль. И пускай наш, так сказать, друг, товарищ Павлов, и говорит, что все это не так, но это так. Тем более, что ведь есть еще одна проблема. Смотри, Америка подняла свой лимит госдолга. Америка одновременно с этим сейчас должна принимать новый инфраструктурный план. И вот это очень серьезно. Представь себе, что вот на все это дело, допустим, пошел тейпинг. Действительно, снижать будут, как я понимаю, с ноября по 15 миллиардов. Ну, скорее всего, будут уменьшать объемы предоставления ликвидности. Ладно. Но пойдет этот триллион на мосты, на дороги. А что значит пойдет триллион? Это, опять же, деньги, которые пойдут, и нужна будет рабочая сила. И все эти деньги в итоге пойдут в экономику. И пойдут в итоге опять куда? На фондовый рынок. Так что доброе утро, так сказать. Здравствуйте, товарищи. И вот в этой ситуации я не понимаю, чего делать, честно говоря, регуляторам. Мне это очень непонятно. Потому что, с одной стороны, надо и ставки уже повышать. Инфляция действительно растет. С другой стороны, ты представляешь, какое количество дефолтов пойдет? И персональных дефолтов. И дефолтов корпоративных облигаций. Если даже на полпроцента, я уж не говорю, на 100 базисных пунктов будет поднята ставка в Америке. Потому что тут же выяснится, что огромное количество недвижимости, которые люди накупили, дает отрицательный денежный поток. Они же как? Леверич очень большой, ставка маленькая. Денежный поток от сдачи и денежный поток от, скажем, Морганча, они примерно равны между собой. Сегодня дают в лучшем случае ноль, в худшем минус там чего-то. Ну, в самом лучшем плюс 100, 200, 300 долларов. Ко мне сын там старший прибегал, папа купить. Можно в свое время? Я им говорю, иди. Даже не надо со мной начинать пирамиды там по недвижимости строить. Не надо мне этого. Счастье. То есть, недвижка может поехать, посыпаться. То есть, они не могут поднимать сейчас ставки. Вот что в этой ситуации будет, скажу честно, это может быть хороший такой коллапс. Потому что... А ведь тут еще один момент. Смотри, фондовый рынок. Что с ним? Фондовый рынок закладывает безумный рост экономики в среднем. Если высокие соотношения PE и PS, это значит, что рынок закладывает бурное развитие, так сказать, тех или иных компаний в будущем. Если у нас сегодня дорогая компания, значит, она будет не такой дорогой в будущем, потому что прибыли вырастут, обороты вырастут, продажи вырастут. Но экономика-то при этом может и не вырасти. Соответственно, все надо будет пересматривать. И вот сижу, я думаю, Дима, и нахожусь в серьезных раздумьях. Другое дело, когда они все поймут, что деваться-то некуда, они, по-моему, снова начнут печатать. Потому что проще печатать и пинать банку дальше. Что ты думаешь? Серьезный вопрос. На самом деле, обычно в этом случае срабатывает эффект сорванной крышки, или, естественно, выхода пара. И приходят так называемые политики-самоубийцы. На самом деле, они есть. Это политики, которые приходят с жесткими позициями, их все дружно ненавидят. А потом, естественно, их печатают на банкнотах и говорят, какие они замечательные, как они изменили этот мир. Типа Тэтчер, например, тот же самый. Типа, соответственно, Шрёдера того же самого. Типа Пола Волкера. Помнишь, Пола Волкера? Да, да, да. Все его ненавидели вообще люто. На самом деле. Именно мы сейчас вспомним про их наследие. И говорим, какие это прекрасные. А ничего, что Тэтчер на нее покушались. Что ее же партия консерваторов выпилила за ее повестку, за ее позицию. Ее выкинули на самом деле. Она же была еще как бы премьером. И таких историй масса. Мы забываем, соответственно, про то, как приходили такие люди. Все они же стили. А потом про них все вспоминали. Но вот это было потом. А в момент, как им угрожали жизни и все остальное, обычно приходят такие суровые люди. Обычно они приходят, например, в последний президентский срок. И говорят, что ладно, мы сейчас как бы берем как бы и проводим очень непопулярную, но необходимую политику. Ты веришь в то, что нынешние демократы способны на это? Я не верю. Вопрос в том-то и заключается. За счет политизации всего этого процесса у людей не осталось возможности, чтобы это сделать. Ну, предположим, ты сейчас начнешь это делать. У тебя информационная реакция мгновенная. Секундная. То есть тебя сразу же как бы, соответственно, тебе накатят как бы по поводу того, что ты там закрываешь экономическую составляющую. Никто не будет думать вдолгую. Вот этого длины никому не объяснишь. Раньше можно было там объяснить. Экономические экспертные сообщества принимали решения. А сейчас все совсем по-другому. Сейчас ситуация следующая. Ты должен посмотреть в глаза людям через свой твиттер или через тикток и рассказать им, что ты собираешься с ними делать. Вот. А люди это не поймут. Прямая демократия. То есть на самом деле как бы... Дима, какой тикток, а помнишь? Но я напоминаю, что у нас там этот телеканал Спас в тикток уходит. Я говорю про то, что... Что сам по себе очень удивительно. Я тебе говорю про то, что в принципе, на самом деле в современном мире у человека не осталось возможности кабинетного решения. У него все решения публичные. Все решения публичные и все мгновения публичные. То есть у него раньше был запас, например, несколько лет своего президентского срока в США. А сейчас все совсем по-другому. Тебя могут, соответственно, снести пораньше. Против тебя, соответственно, у тебя могут быть импичмент. Тебя могут двинуть пораньше. То есть на самом деле, когда человек понимает, что у него есть... Мораль заключается в том, что эта спираль закручивается, самозакручивается именно из-за политики прежде всего. Не из-за экономической, но политики. То есть, грубо говоря, у нас ушли противовесы. То есть когда, соответственно, профессиональные противовесы, которые как бы формировали такое решение. А из-за этих систем выход только один, он кризисный. То есть это надо довести до ситуации. Потом происходит триггер, типа, соответственно, например, на рынке ступординированных кредитов. И у тебя пошел взрыв. То есть у тебя происходит, естественно, сразу же как бы вакуумная вымирка. Да, но тут есть... Извините, но тут я тебя перебью. Что сейчас происходит? Обрати внимание. Дефолтится Evergrande. Крупнейший в мире застройщик с колоссальными долгами. Что делают китайцы? Китайцы не изобретают велосипед. Они опять начинают наволнять ликвидность. Они только за последние дни 50, дима, миллиардов долларов влили в систему китайцы. То есть такие, знаешь, американские масштабы. Чего там мелочиться? 50 миллиардов. А до этого еще. В итоге они говорят, что мы взяли это дело под контроль. А мы же понимаем, что там не только Evergrande. Там еще много чего интересненького. То есть опять начинают печатать. Вот что я думаю? А я думаю, что в итоге вот таких, знаешь, настоящих яиц, ни у кого нет. Никто не будет. Байден этого точно делать не будет. Демократы этого делать не будут. Наоборот. В ближайшие три года точно. У них же выборы. Разумеется. И выборы в следующем году. Через три года выборы президентские, которым надо готовиться сейчас. Возможно, Байден на них не пойдет. Соответственно, Камала Харрис это делать не будет. Республиканцы не будут перед промежуточными выборами никак жестить, чтобы, не дай бог, не получить себе, соответственно, потерянный конгресс. Окончательно. То есть на самом деле настала большая эпоха популизма. Но обратная сторона этого популизма в следующем. Пузыри не просто так сдувают. Их сдувают, чтобы эффект от падения, который потом был, не был, соответственно, L-образный вниз, условно говоря. То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что чем дольше надувается, тем больше Камусист, тем быстрее он будет падать. Он будет падать ниже тех технологических уровней поддержки, которые у него есть. Поэтому с этой точки зрения, честно говоря, либо должен быть какой-то триггер, либо должен быть какой-то политический кризис. Других опций для сдувания нет. После 2008 года, помнишь, с чего началось возвышение G20? Раньше этого вообще понятия не было. Мы все собрались дружно именно из экономики. Мы решали проблемы 2008 года. Мне нравится, что мы все собрались. Где мы меня не приглашали? Ну, G20 – это значительная часть населения мира, между прочим. Но большая часть, на самом деле, населения мира, если разбираться. Вопрос заключался в другом. То есть мы за это время так все и дело ничего не решили. То есть проблема заключается в следующем, в том, что если мы не можем G20 решить, то как мы это будем решать в G40 или G80? Проблема заключается в следующем. То есть сейчас система так закручена, что мы сможем от нее уйти, только в том случае, если будут уже какие-то черные лебеди. То есть уже будут какие-то такие триггеры, которые как бы просто будут бить непосредственно по благосостоянию граждан. А это инфляция на самом деле. Вот мы сейчас получим инфляцию, которая будет высокая. То есть любые эти изменения – это инфляция издержек. Это, соответственно, повышение издержек. Мы, если получим, например, 10% на американском рынке, не дай бог, когда-нибудь, или что-нибудь типа положим на немецком рынке, вот тогда инфляция и загонит в эти решения, как это было в свое время, кстати говоря, в Великобритании. Именно инфляция стала важным триггером к тому, чтобы менять экономическую политику. То есть люди должны это почувствовать в ежедневном формате. И, к сожалению, большой трагедии. Это может быть а – продовольственная, б – энергетическая, и ц – инфляция издержек, прежде всего, связанная с нарушением поставок-продаж. Да, поэтому вот эта вся ситуация – энергокризис, кризис поставок, добрый дедушка Байден в роли Санта-Клауса спасающего. Я тут пост написал, значит, не выдержал. Представил себе такой, знаешь, триллер, когда, значит, это Джейсон Стэттем, на грузовике ведет он, значит, этот грузовик из Китая с игрушками, чтобы поставить деткам на Рождество. Ну, он ведет по Тихому океану, значит, этот грузовик по дну. Но его атакуют, я же так говорил, эти вот акулы. Причем акулы, у них татуировки, значит, под хохлому. При этом прищуру этих акул. Владивостокский какой-то. Да, Владивостокский такой, китайско-корейский. Ну, корейцы, ладно, чисто китайский прищур. Ну, в общем, такие, знаешь, прямо блокбастерди. Нет, ну, на самом деле экономике нужен герой, да, которого все будут ненавидеть, но который, соответственно, станет хардай, то есть, собственно, крепкая реша. Вообще, на самом деле, переводится хардай – это трудноумирающий, как бы. Ну, да. Вот это точно про героя, который сейчас необходим, но в экономике, в конце концов, очень точнее. Вот я думаю, что да. Я думаю, что все проблемы сегодня будут заливаться одним – керосином. То есть, будут опять печатать, печатать, печатать и еще раз печатать. Поэтому, когда вот мы знаем эту новость о том, что Джой Байден выступил героем и подписал указ, законопроект, который предусматривает повышение лимита американского долга до 3 декабря, заметьте, до 3 декабря, на еще 480 миллиардов долларов, то мне хотелось сказать следующее. Ребята, еще раз пнули банку. Вот еще раз взяли и пнули банку. Ну и что? Ну, у них теперь лимит госдолга почти 29, 28,9, если точнее, триллионов долларов. При доходах бюджета, скажем так, или сколько у них там сейчас бюджет? Я уже забыл, но, скажем так, ВВП Америки составляет примерно, по-моему, 21 триллион. Иначе говоря, или 22 триллиона, не важно, у них примерно 135% от ВВП – это госдолг. И все ужас, 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 тут все предвещают опять доллары, очередные были выступления, где доллару конец, доллару хана. Мне смешно это слушать, но, тем не менее, можно подумать, что мы изобрели какую-то новую пока валюту. Доллару хана, я всегда задаю вопрос, и куда мы пойдем, друзья? Все в крипту. Но если только, единственное, что вот на неделе тут очень интересная новость вышла. Ты, надеюсь, в курсе, что четыре фонда выпустили ETF-ы на биткоин? Да. В курсе об этом, да? При этом, соответственно, Дж.П. Морган сам своими же экономистами раскритиковал свою же позицию по крипте, да. Ну, раскритиковал, не раскритиковал, а важно, что… Но деньги принимают, да? Да, 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 то есть важно следующее, что четыре таких ETF-а сделаны, и суть такая, что там, значит, только это ETF-ы на фьючерсы, но это неважно, получается, вторая производная на биток. Но важно следующее, ты понимаешь, вот фьючерсы покупать на биток, ну, правда, стрёмно. Уж очень высокая владельность торгуется на Чикаго. А ETF, насколько я понимаю, будет повторять биток, и по сути своей удобный инструмент. То есть хочешь войти в крипту, хочешь войти в биток, пожалуйста, покупай на бирже ETF, благо фонды это крупные, там, Финек, то есть, господи, кто же записал себе четыре этих очень крупных финансовых институтов, то есть найти, ну, да бог с ними, которые, соответственно, выпустили эти ETF-ы. И тем не менее, вещь очень серьёзная. И все те, кто хотят войти, пожалуйста, входите во вторую производную, что забавно. Мир сходит с ума, но каждый по-своему. Вот. Итак, поднятие потолка госдолга в Америке – это первая тема. Тема вторая, очень интересная – это вышли протоколы Функа. Иначе говоря, американцы, собственно говоря, чётко ещё раз сказали, что да, мы планируем, мы думаем начинать тэппинг с ноября. По 10 миллиардов, значит, основной, ну, основная эмиссия и ещё пять, эти самые банды, которые выкупают банды под недвижимость. Окей, то есть всего по 15 миллиардов. Иначе говоря, к лету следующего года, где-то, наверное, к середине лета, ну, плюс-минус, они закончат этот процесс. Блажен, кто верует. Я вот так думаю. Ты знаешь, как только начнутся неприятности, а я по-прежнему их жду в конце, во второй половине ноября. Думаю, что это будет. Рынки обрадовались, как дети. Почему? А тут очень интересный эффект. Ну, как бы, чего там? Всего-то по 15 миллиардов будут сокращать. Ерунда какая. Медленно и печально. Отлично. И вообще непонятно, а может быть, ещё и не будет. В общем, либерализм. И на этом фоне, ты знаешь, что мне показалась интересная новость, дело в том, что большие проблемы у самого товарища Павлова. Ты знаешь, что два его, ну, по сути, зама, ну, это не зам, Кларь, да у него зам. Так вот, два члена ФРС ушли в отставку. Ну, потому что поигрались на инструментах. Вообще, я не понимаю, почему в отставку, а не на скобью подсудимых на большие штрафы, как минимум. Ну, потому что странно, всё-таки это решает. Если республиканцы возьмут сенат тогда, как бы они придут сначала в парламентское расследование, а потом, может быть, уголовки получат. У нас всегда такое было. Ну, да, я думаю, что эта история так просто не закончится. Вот, но проблема в том, что всё это грозит отставкой самому Павлова. И бог с ним, с этим Павлом, в конце концов, его личные сложности, если он так распустил своих товарищей, ну, и по делам. Проблема-то в другом. Сейчас демократы. Если уйдёт Павл, а ты знаешь, кто строит против него козни? Кто его главный враг? Вот эта вот 80-летняя дама из «Демократ», как её, господи, напомни. Ты хочешь сказать «Пелоси»? Конечно, конечно. Она его главный враг. Критикует постоянно. Спикер Нижней палаты парламента и глава демократического. Да-да-да-да. «Пелоси», она жутко не любит Паула и очень хочет его отставки. Представь себе, что придёт кто-то, кто гораздо больший голубчик... А Россия, вот это будет круто, я считаю. Деньги будут просто печататься. Подожди, а ты имеешь в виду Александре Акасия Кортес? Да. Не смешивай меня, но это уже слишком. Нет, у неё образования нет финансового, подожди. Это вообще нигде не написано, что там должно быть финансовое образование, на самом деле. Дима, мне нравится твой стёб, но американцы всё-таки люди серьёзные. Ты о чём вообще? Я напоминаю, что там Тим Тигаттин был у нас, естественно, помощником президента по экономике. Там много разных товарищей. Там, соответственно, помощником Трампа был товарищ, который имеет очень постоянное отношение к военной составляющей. Он был помощником в безопасности. То есть там историй много. Не, ну я всё-таки думаю, что придёт кто-то серьёзный, но... Давай так вот. А если Стиглиц придёт? Ну и что ты хочешь сказать? У нас очень много левых экономистов, на самом деле, в американском поле. Ну хорошо. Допустим, пришёл Стиглиц вместо Павлова. Тем более, они же все уходят-то осенью как раз. Обычно октябрь-ноябрь. Так вот, допустим... Мало говоря, что придёт, конечно, вдруг. Ну что-то такого типа Стиглиц. Ну и что ты видишь? Допустим, пришёл Стиглиц. Ну смотри, ты понимаешь, что как бы... Они сначала будут по чуть-чуть сдавать, посмотреть. Если ситуация будет ухудшаться, они всё равно, соответственно, будут придерживать тейперы. Кроме того, соответственно, например, будут дополнительно какие-нибудь инструменты придумываться под какие-то отдельные, например, продукты. Условно говоря, сейчас уже активно проходит, они продвигают, например, зелёные облигации, зелёные фонды. То же самое может быть, соответственно, environment, то есть diversity, то есть направлено на расовую разнообразие. Да, и CG-инвестиции, то есть environment, social, governance. У тебя будут такие, соответственно, как бы крутые инвестиции, такие защищённые, да, то есть направлены на справедливые инвестиции. А будут несправедливые инвестиции. Вот несправедливые инвестиции, они будут плохие, плохие, плохие. А вот эти, они будут хорошие. На самом деле появится разный тип денег и разный тип инвестиций. И вот попытка ввести туда политическую составляющую будет очень забавным сама по себе. Представь, когда-нибудь ты можешь попробовать зелёный трежерис. Знаешь, я предпочитаю зелёные доллары, а не зелёный трежерис. Это то же самое будет в принципе. Ты представляешь, насколько сейчас надуты, например, там рынки, связанные с водородом, например, или рынки, связанные, например, с ветряками. Вот. То есть зелёный трежерис, то есть как бы будет определяться стоимость не только исходя как бы из экономических показателей, а исходя из, так сказать, политической социальной составляющей. Это будет очень интересная история, я считаю. Дима, мне кажется, мы с тобой сегодня какое-то такое футурологическое делаем передачу. Я напоминаю, что у нас сейчас большое количество зелёных облигаций. У нас Москва выпускает зелёные облигации. У нас энергокомпания выпускает зелёные облигации. Не, ну подожди, подожди. Зелёные облигации – это зелёные облигации. Ладно, ECG, тема – это ECG, тема. Подожди, подожди. Нормальная экономика, что это пока имеет, так сказать. Давай разберёмся. Москва, соответственно, это вообще субъект Российской Федерации. Это регион, соответственно, выпускает зелёные облигации. А чем хуже Российская Федерация? Почему она не может выпустить зелёные облигации, например? Или, например, тот же самый Катар, который может выпустить зелёные облигации. То есть на самом деле это уровень очень близкий. Есть целые страны, которые… Катарские, они всегда зелёные по определению. У них там все зелёные у вас тут в Востоке. Да, 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 да. Крупнейший производитель гады. В тройку входит. Вот, то есть проблема заключается в следующем. То есть как бы… Нет, я имею в виду там цвета флага у всех зелёные. А, ну, в Сауду-Скарайском, конечно. Но, соответственно, проблема-то в этом и заключается. То есть на самом деле… То есть не проблема как бы, а вот тренд туда, в принципе, идёт. У тебя, в конце концов, как бы государственная позиция в заимствовании тоже будет как бы социально определена. Детерминированно, скажем так. Да, будут весёлые времена. Весёлые времена. Ну, ладно. Представь, у тебя будут две процентные ставки, например. Одна, соответственно, для зелёных, например, соответственно, ну, как бы для зелёной денежной массы, а другая как бы не для зелёной. Ну, да. Для зелёных и для розовых. Я всё понимаю. Разные процентные ставки. Будем выяснять. Мы все зелёные, розовые или голубые. Я понял. Так, короче. Давай мы с тобой не будем отклоняться от нашей передачи, а то я же буду думать, что, может быть, я не зря покрасил стены в своём кабинете весь в такой цвет, как бы. Очень отвечающий влияние времени. Вот. Значит, хотел бы поговорить вот о чём. На этой неделе космическая отрасль тоже нас всех порадовала. По-моему, кто-то там запустил ракету под хламу, разукрасил, что очень приятно. Это давно. Но теперь новые новости. Значит, Blue Origin Джеффа Безоса провела второй успешный запуск корабля New Shepard с группой космических туристов. Ну, как бы ничего особенного, туристы и туристы. Ну, маленький нюанс. Среди туристов был культовый человек, реально культовый. Капитан Кирк. Сам капитан Кирк. Вся современная фантастика начиналась именно с него. Ну, точнее, не с него, как Бас Кикарда, но Кирк считается одним из самых популярных среди всего франшизы. Дима, ну ты понимаешь, что чуваку 90 лет? 90 лет, Дима. Так он 11 минут пробыл в космосе. Дима. 11 минут. Дима, ты себя представишь 90 лет? Я себя не представлю в 90 лет, чтобы я еще в космос полетел. Слушай. Ну, это все-таки круто, согласись. Не, ну, во-первых, это лишний раз показывает, что космос стал доступнее. Вот. И плюс ко всему это лишний раз показывает, что туризм стал доступнее на самом деле. То есть уже как бы происходит важная имиджевая составляющая. Если ты на это посмотришь, последние полеты, значительная часть людей, которые летали, это было, во-первых, непрофессиональные космонавты, ну или астронавты, как в США, а самое важное другое. Они даже непрофессиональные пилоты были, понимаете, свои. Это люди, которые очень важным имиджевым фактором обладали. Помнишь, как, например, отправлялся тот сам Бен, из кого он до этого отправлял? Отправлялся туда, соответственно, женщину, вот, которые там не давали что-никак продвинуться. То есть масса примеров того, что эта имиджевая составляющая инвестирует в космос, не рассчитывая получить прибыль прямо сейчас. SpaceX нерентабельна с точки зрения чисто экономических показателей. Да, мы вкладываем в будущее и в имидж на самом деле. То есть вот это важный фактор. То есть космос становится как бы новой IT. Да, и в связи с этим очень интересная новость о том, что как раз вторая такая вот серьезная тематика, а именно Virgin Galactics, отложила запуск коммерческих полетов на конец 22-го года. Да, товарищ Брэнсон отложил. Почему? Необходимость доработки оборудования. На этом фоне, соответственно, Virgin Galactics обвалились акции на 20%. Я думаю, что как обвалились, так и вырастут. Вот. И что интересно, в компании заявили, что пересмотр графика не связан с расследованием обстоятельств последнего суборбитального полета, который Федеральное управление гражданской авиации в США провело в сентябре. Тогда корабль Unity отклонился от заданного маршрута. И вот это агентство запретило Virgin Galactics полеты во время проверок. Иначе говоря, ребята сказали, что мы тут типа просто поисправляем кое-что, понимаешь? Но сделали хорошее лицо. Вот. Мне все это очень нравится, в принципе. Понимаешь? У нас вообще некая новая тема, новая вселенная. Мы все позабывали вообще, но это тот самый Брэнсон, который успел на этом хайпе еще заработать. Не очень, так сказать. А как же? Дима, а как же? Он разлетелся. Вот. Тогда говорили, он первым в лес, кстати говоря. Если бы кто-то знал, что вот его первый полет перед, соответственно, своим основным конкурентом Безосом стало бы фактически незаконным, как бы он там не по маршруту летал. Вот. Это как раз говорит о том, что покупают на хайпе, то есть покупают на информационном поле. Здесь очень мало финансовых показателей. Ты понимаешь, что космос не окупаемый в ближайшее время. Хотя это очень-очень большой рынок. Он многомиллиардный. То есть хотя бы, то есть вывод, то есть на самом деле зарабатывают там на спутниках, на доставке грузов, то есть на конкретных вещах, там на интернете гипотетически. А все остальное – это имиджевая составляющая. То есть пилотируемая космонавтика, люди продают на самом деле свои смежные продукты в той или иной степени. Это новая имиджевая составляющая. Раньше футбольный клуб буквально сейчас необходимо иметь свою космическую компанию. Разширять горизонты, собственно говоря, или фронтир двигать. Дим, тебе еще не хочется как-то приобрести что-нибудь такое эдакое? Нет. Я вообще считаю, что как бы сейчас у нас предприниматели сначала купились IT. Мэйл и так далее и подобное. А сейчас постепенно надо иметь свой небольшой хотя бы космический корабль. Чисто на пару миллионов. То есть смотри, раньше наши олигархи мерились, у кого яхта больше. У кого клубы спортивные больше. Нет, сперва яхты. Потом клубы. У кого самые клубистые. Теперь будут мериться, у кого корабли самые красивые. У кого ракета длиннее. У кого ракета, кстати, хорошо. Это интересная тема. Если ракеты золотые, то, кажется, они растут. От этой темы, которая довольно забавная, но тем не менее, ты знаешь, это в действительности, вот что я думаю, то, что космическая отрасль, она обещает быть очень интересной. Дело в том, что это прорыв. Прорыв технологический. Для космоса работает гигантская промышленность, потому что это поставки оборудования, материалов, новых технологий, новых покрытий, всего чего угодно. И это все обеспечивает технологический прорыв. Это очень круто. Поэтому мы можем сколько угодно, так сказать, шутить и смеяться, но это будет обеспечивать очень серьезный прорыв. Смотри, на самом деле, если переводить в экономическую тематику и в инвестиционную, сейчас основная устья территория, которая, соответственно, является очень узкой частью, куда идут колоссальные инвестиции. Это двигатели строения. Если внимательно посмотрел, они соревнуются двигателями, прежде всего, то есть своими, соответственно, установками. В ближайшее время именно в эти сферы пойдет достаточно серьезное финансирование. Все, что связано с обеспечением, с новыми видами топлива. Причем считается, что космонавтика, это еще Илон Маск говорил, пожалуй, единственный вид транспорта, который не сможет заместиться электричеством. То есть это физически невозможно в ближайшее время, просто потому что требуется очень большой, соответственно, выплеск энергии. Так вот, в этой системе будут самые серьезные разработки, направленные именно в двигательное направление. И второе направление, крайне важное, будет связано с материаловедением. То есть в нашем понимании новый материал, новый тип материалов, это композиты, это, соответственно, композитные материалы. То есть на самом деле сильные игроки смогут потом их конвертировать в гражданские технологии. У нас фактически вся наша современная связь, что такое IT? То есть интернет наш, это военная технология. Соответственно, спутники, то, что мы сейчас с тобой общаемся по экранам, это все пошло оттуда. То есть на самом деле сейчас эти предприниматели делают задел под свои платформы на будущее для конвертации их. То есть только разрабатывая решения в космосе, можно очень серьезно продвинуться. Это все к чему? Потому что двигатели строения, соответственно, производство определенных материалов, создание как бы автономных систем, включая кондиционер и все остальное, вот это перспективное направление. Куда будут идти миллиарды, там будут следующие газели, которые станут таким, будут у нас космотех. У нас, соответственно, был там финтех, у нас, соответственно, как бы футтех, вот, знакомьтесь, космотех, это спейстех. Спейстех, да. Хотел сказать как раз. Стех. Да, это, кстати говоря, наверное, будет новая отрасль, и все, что будет появляться, наверное, будет стоить сумасшедших денег. Слушай, мы с тобой прямо сегодня как два этих визионера, мне нравятся. Ну смотри, на самом деле, за последнее время технологии стали настолько общедоступны, что впервые пошли гражданские, то есть коммерческие решения здесь. Раньше же у нас этим занимались только космические агентства национальные, Роскосмос, НАСА. Ты представь, ну, себе, например, 30 лет назад, что кто-то там будет строить гражданскую ракету. Вот, то есть проблема заключается в следующем, что... Только Станислав Ежелец, помнишь, вот этот вот. Дожди, не Лес, а Лем, Лем. Дожди, Лем, Лем. Станислав Лем. Не Ежелец, господи, Станислав Лем, я уже спутал. Да. Вот, то есть на самом деле сейчас за счет современных каналов коммуникации и финансовых инструментов это позволяет достаточно быстро собирать необходимые финансовые ресурсы, которые раньше мог собрать только государственные органы. А за счет доступности технологических решений частные инициативы становятся более конкурентоспособны с этой точки зрения. Возвращаемую, соответственно, ракету придумал частный сегмент. Соответственно, космические перелеты придумал частный сегмент, ну, то есть как бы рентабельный. То есть на самом деле у нас бизнес пошел в те сферы, которые раньше были исключительно государственными. Космос всегда был государственным. Военная сфера не всегда была государственной, кстати говоря. А вот космос, он всегда был государственным. Потому что это политические ракеты, потому что это всегда ядерное вооружение. Ну, как бы, это ракеты на сегменте, в принципе. Поэтому, с этой точки зрения, вот здесь будет очень серьезный прорыв именно с точки зрения частных инвестиций. Дим, вот это все объясни нашим поборникам государства. Государству должно быть все больше, доля государства должна быть крепче. Все государство. Сейчас посчитаем, Роскосмос рынок теряет, он потерял туристический, он его потерял просто от слова совсем. То есть у нас как бы не загружить идет. У нас рынок был на миллиарды, а сейчас мы отправляем на миллионы. То есть проблема заключается в следующем. То есть конкурентоспособность очень простая. У нас там что-то про батуты говорили, с которых надо прыгать. Где теперь эти батуты? То есть человек уже построил бизнес-систему, которая нас взяла. Он у нас рынок весь отъел. Хороший изобличатель. Это господин Рогозин обитится. Но при всем при этом есть... Пусть кину мазь покажет. Пускай бежать сколько хочешь. Вопрос в другом заключается. В том, что есть разные подходы. Китай, например, наоборот частенько не допускает. Но тоже так неплохо осваивают Луну вообще-то. Поэтому с этой точки зрения будущее будет за тем... У нас теперь разные экономические системы будут бороться не за то, кто эффективнее управляет энергетикой, а за то, кто эффективнее отсвязывает космос. В принципе, думаю, что да. Но давай мы от этой очень интересной темы, так сказать, космические отношения. Перейдем к вещам гораздо более прозаическим. Тут отличился друг молодежи, товарищ Ердоган, который достал свой Ердоган. Он без этого никак не может жить. И, значит, им взмахнул. На этот раз полетели головы не одного руководителя Центробанка Турции, а сразу троих. И не главного руководителя, а трех высокопоставленных чиновников Центрального банка. А именно вице-президент ЦБ Сэмих Тюмен такой, Илгур Намек Кучук. Вот. А также, также самый интересный человек, это член Совета по денежно-кредитной политике, Абдуллах Яваш, или Яваш, я не знаю, как правильно, наверное, Яваш. Они, почему, собственно говоря, были уволены? Потому что Ердоган, он не может успокоиться. Ердоган говорит, плевать на инфляцию, покажем этой инфляции Кузькину мать, и снизим процентные ставки. То есть, если бы это была Россия, я только за. Вот. Но тут проблема в том, что у Турции валюты-то нету. Она давно уже, государство должно залезло в карман коммерческим бабкам. И отражается все это на курсе турецкой лиры. Если мы с тобой посмотрим, то тут фантастика. Я помню, 16-й где-то или 14-й год турецкая лира была что-то 2,5-3 к доллару. Сегодня турецкая лира у нас же пробила 9, где-то 9,20 торгуется. Доброе утро. То есть, я был только что в Турции, было где-то 9, извини, 8,60-8,70. Вот на глазах уже 9,20. Как говорится, приплыли. Но Ердоган не хочет успокаиваться. И вот мне интересно другое. Ты же понимаешь, почему мы так внимательно следим за Турцией? У нас противоход. Рубль укрепляется, потому что нефть крепкая, газ крепкий, все хорошо, уголь крепкий, доходы бюджета огромные, резервы просто хоть где-то самое. И плюс вот эти новые поступления сверхплановые, на Болюте чуть позже поговорим. Они все тоже идут в наши фонды. У нас все шикарно. Что турки-то делать будут? Дефолтить? Вроде им дефолтить нельзя, потому что им никто не даст. Представляешь, дефолт Турции. Это будет мировой кризис. Им скорее дадут, так сказать, помогут в очередной раз. Катар, не Катар, кто угодно, но помогут. Вот, что ты думаешь на этот счет? Потому что Эрдоган доиграет, я чувствую. Или просто на смысле? Последователь Эрдогана выкашивания ЦБ своего, как бы, это вообще на самом деле, я считаю, такая упертость в экономической политике, которая достоин как бы лучшего применения. То есть, он целенаправленно выкашивает всех глав ЦБ, а когда, естественно, вокруг скапливает большое количество людей, которые имеют другую позицию, он их выносит оттуда. Там был единственный человек, который выступал за повышение официально, публично. Он даже, он его просто за как бы намерение это сделать, вот, предсказать за публичную позицию, тоже как бы убрал. А это как раз вот это, Абдулла как раз вот это. Так точно. То есть, 10% клирия, то есть, как бы к ослаблению он получил только на истории ЦБ. Это к вопросу о том, что если человек уверен, что его экономическая политика как бы лучше, чем экономическая политика других людей, как бы, он как бы до конца с собой дойдет. Вопрос в другом заключается. Турция бы шикарно бы жила бы и существовала, если бы она была крупнейшим производителем энергоносителей в мире. Или, например, если бы у нее бы валютная выручка откуда-то стекалась бы, например. Если бы она продавала, например, зерно. Или, например, если бы она продавала еще продовольственную составляющую. Но Турция, правильно, заключается в том, что она крупнейший один очень крупный энергопотребитель. То есть, для нее цена очень важна на энергоносителей. И она как бы у нее будет забирать там на составляющую. Это страна, которая связана именно с кооперацией и которая тоже серьезно пострадала из-за нарушения связи. Третий важный момент заключается в том, что это страна, которая больше всего страдает, то есть основное направление туристов, она очень серьезно страдает именно от разницы валютных курсов. То есть, казалось бы, ослабление национальной валюты серьезно субсидирует и поддерживает внутреннюю туристическую отрасль. Но с другой стороны, если у вас основная часть, например, высокотехнологичной продукции является завозной, то у вас сразу же растет инфляция по импорту. То есть, на самом деле, как ни парадоксально, Турция нас напоминает через то, что мы проходили, просто без энергоносителей. Например, условно говоря, 2009 год, наше падение 2014-2015, туда примерно в ту же степь. То есть, проблема заключается в том, что Турция, у нее очень серьезные сложности, связанные именно с управлением собственными издержками. Эрдоган считает, что он хочет стимулировать внутреннее развитие именно путем ослабления национальной валюты. Но эта система очень серьезно бьет по благосостоянию граждан. Она разводняет инфляцию с дополнительным размером. И причем, заметь, как отличаются позиции, например, Турции, Польши, хотя они находятся всегда, соответственно, в едином пуле на торговлю. Польша начинает, соответственно, двигать ставку. Она начинает, например, подзаморазоваться. Турция, наоборот, считает, что сейчас хорошая возможность для того, чтобы серьезно подослаблять позиции. Я считаю, что перед холодной зимой и на фоне того, что контракт по газу до сих пор окончательно не заламинирован, сформулируем так, это очень опасное движение, потому что сейчас резкое увеличение стоимости, например, энергоносителя для Турции может стать еще большой проблемой, например. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, Эрдоган очень волюнтаристически себя ведет. Но любые проблемы в Турции будут проблемы еще и у нас, потому что мы все вместе торгуемся. Ну, ты знаешь, пока идет противоход, я смотрю, кстати, сегодня, пятницу, валюты развивающихся стран. Вообще интересный кавардак. Я сегодня посмотрел внимательно за рынком валют. Что я вижу? Евро падает, но при этом британский фунт растет. При этом валюты развивающихся стран, а именно мексиканский Песо, растет. Бразильский Реал растет. Что интересно? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Что еще? Китайский юань стабилен, но он всегда стабилен. Он достаточно стабильная валюта. Он не конвертирует. Да, да, да. Южноафриканский Рент, казалось бы, с чего-чего там, у них тоже растет. Рент сегодня вырос достаточно неплохо. Падает что? Турецкая лира. Да, кстати, и мексиканский Песо тоже растет. Сырьевая экономика растет. И евро. Аргентинский. Не смотрел. Не смотрел за аргентинскую валюту. А что там у них? Они всегда в противопаду двигаются, на самом деле. У них же на все это сверху как бы еще бесконечные долги. И они каждый раз, естественно, дефолдятся. Ну, слушай, Аргентина мне не очень интересна. Это чемпионы мира по дефолту. Честно говоря, смотреть на них, ну, не очень показательно. Просто это к вопросу о том, что это сырьевая, на самом деле, экономика, здесь хозяйственная, прежде всего прочего. Вот интересно заключается в том, что они не получают никакого преимущества от этого, именно за свои финансовые особенности. Это да. Поэтому я и не смотрю за этим, честно говоря, серьезно. Но я как раз хотел бы поговорить, как раз мягко перейти от Турции к нашей стране. Собственно говоря, что у нас происходит с Россией? Как раз Россия, насколько я понимаю, готовится к новому поднятию процентной ставки. Я так понимаю, что не меньше, чем на 50 базисных пунктов. То есть мы сейчас, насколько я понимаю, уже будем лицезреть седьмую ставочку. По крайней мере, наши ФЗ это нам четко показали. Госдолги, они уж, по сути, отражают кривые доходности. Четко вышел вот на эти уровни. Смотри, индекс потребительских цен в сентябре составил 7,4. Ну, то есть явно, что ставку поднимут до седьмого уровня. В общем-то, к бабке уже не ходи. Это максимальное значение с 2016 года. Вот, при этом продовольственные цены в сентябре поднялись почти на 9,2%. Вот, то есть достаточно много, причем я скажу честно. Когда мы говорим 9,2, опять же, мы размазываем средние повальницы. Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество значимых товаров. И в первую очередь, что? Картошечка, которые поднялись в цене гораздо больше. Так что продовольственная инфляция у нас в стране очень серьезная. Продовольственная продукция очень серьезная. Во-первых, модифляцию классическую не увидели в августе. Во-вторых, продовольственная продукция, соответственно, ее поджало. Наконец, у нас все сырьевые товары, все биржевые товары дружно ломанулись вверх, весело и бодро. Начиная от зерна с начала года и заканчивая, соответственно, сахаром. В принципе, на самом деле, у нас идет такой спурт, большое движение. А передышки августовской не было. И ситуация будет ухудшаться. Потому что на все это накладывается еще вопрос основных деятельностей и всем остальным. Вопрос в другом заключается, что это все прогнозировалось еще летом. ЦБ это говорилось. И так же говорилось, надеюсь, опять это как-то будет услышано, что никак эта ставка, повышение ее, не повлияет на, соответственно, биржевые товары. Хотя бы потому, что мы не перекрыли перетоки, на самом деле, нормально. Поэтому на стоимость это не повлияет. А вот на что это повлияет? Это повлияет на малый и средний бизнес. Который будет просто-напросто плакать. Горючие мыслизали. У нас себестоимость по отдельным видам продукции выше, чем отпускные цены были. То есть, грубо говоря, невыгодно производить в той или иной степени. Причем это касается, прежде всего, с рынков с низкой вентабельностью. В том числе, рынки, например, услуг. Знаешь, с нашим бизнесом, во-первых, вот эта проблема очень серьезная. Я говорю о том, что действительно многие бизнесы будут просто затруднены в рефинансировании своих долгов. Соответственно, у нас количество персональных банкротств будет расти. И у нас будет расти очень сильно, действительно, количество дефолтов. Вот чего я опасаюсь. И вроде и долговой рынок у нас не очень большой. Но, к сожалению, ты знаешь, и условия для России-то, в общем-то, сегодня уникальные. Некрепкая валюта. Значит, производи все, что хочешь. Дикий спрос. Верноходы, макроэкономика хорошая. Макроэкономика, фонды шикарные. Но все мы откладываем фонды вместо того, чтобы помогать экономике. Я вот тут на днях новость прочитал. Владимир Владимирович сказал, что там чуть ли не сколько-то, подожди, в ближайшие три года какие-то сумасшедшие деньги, десятки триллионов рублей будут направлены на помощь бизнесу. Посмотрел. Знаешь, как там? Из того анекдота смотрю. Направлены. Присмотрелся. Ничего интересного нет. Все то же самое. Там реально на помощь бизнесу будут направлены десятки, сотни миллиардов рублей, что копейки. Ну, так, по-настоящему. Что такое помощь бизнесу? Вот я хочу сделать завод. Я хочу положить в этот завод, там, я не знаю, сто тысяч долларов. Не важно. Миллион долларов. Государство приходит и говорит, милый человек, ты делаешь очень важную продукцию. На тебе еще миллион долларов при условии, что ты наймешь столько сотрудников и будешь воплотить белый красивый зарплату. Правильно? Вот. При этом государство не попросит деньги назад, а попросит только в одном случае. Если я их возьму и уволю, там, через год. Тогда да. Ты их, типа, должен, там, содержать три года. Вот это честно. Вот это помощь. Понимаешь? То есть найми людей, производи продукцию, и мы тебе даем право на риск. Если у тебя, там, ну, не все пойдет, как хочется, ну, ты имеешь право, но ты хоть попроизводи это дело. Вот это действительно помощь государству. Все говорят, мне нельзя, они тут же разворуют все эти деньги. Ну, как мы можем не доверять своим гражданам? Ты знаешь, я сталкиваюсь в последние дни, вот, буквально, ну, я же инвестбанкир, и ко мне приходят очень многие мои знакомые, бизнесмены. И ты знаешь, вот какая-то апатия пошла очень серьезная. Пришел один и говорит, слушай, у него шикарный бизнес, шикарная рентабельность, там, великолепная. Покупает, там, некую продукцию, так сказать, сельскохозяйственную. Но инвестировать не хочет. Что? Инвестировать не хочет? Нет, он вкладывает, он в развитие вкладывает, все нормально. Дальше получает свою продукцию и поставляет в различные сети. Все замечательно, говорит. Приходят налоговики и говорят мне, вот человек, с тебя штраф. Большой штраф, несколько десятков миллионов рублей. Но налоговики настаивают. Он говорит, ребят, за что? Вот накладные, вот я купил, вот НДС, вот туда, вот сюда. Вот я поставил все эти. Нет притворная сделка и так далее. Почему? Потому что какой-то там поставщик, ну, там, по счету, в цепочке, кто там, человек, чего-то там не сделал. Говорит, ребята, а как я могу, собственно, это проконтролировать? А вы не проявили, как это, подожди, как это называется? Не проявили достаточную осмотрительность. Он говорит, подождите минуточку, что значит осмотрительность? Я проверил моего поставщика. Он белый, пушистый, вот его офис. Я посмотрел реально поставку. Я ему оплатил тогда, когда он мне уже поставил. Дим, поставил. Дальше. Я проверил, что он платит, попросил от него отчетность. Пожалуйста, он мне все предоставил. То есть он говорит, я проверил, так сказать, его склады. Да, они есть. Что я еще могу сделать? Я не могу проверить его поставщиков. Это нереально в принципе. А потом, извини, если вот ты бизнесмен, ты будешь меня спрашивать, я тебе поставляю, кто тебе поставляет? Извини, я тебя пошлю, так сказать, очень далеко, потому что это уже коммерческая тайна. Тогда нафига я нужен, если ты знаешь, у кого я беру, чего я делаю? Поэтому это нелогично. Он говорит, все, я сделал все, что мог. И тем не менее пришла налоговая. И говорит следующее. Плати вот эту сумму, а не заплатишь. Знаешь, что будет? Ну, следственные комитеты и так далее, как обычно. Нет, просто арестуют тебя на двое суток. Да, да, да не на двое. Тебя арестуют, так сказать, все, что можно. Он говорит, ну я предпочитаю. Они говорят, ты заплати, потом судись. Ну, ты же понимаешь. Вот. И он говорит, я чувствую, сейчас планирую это и дальше. Тогда, знаешь, в чем главная тема? А главная тема, что он мне говорит следующее. Понимаешь, я сижу, думаю, он не бедный человек, у него все хорошо в жизни. Поверь мне. Он может инвестировать и до конца жизни, так сказать, его дети, внуки будут обеспечены. Он говорит, слушай, да сверну я это производство к чертовой матери. Все эти пускай покупают продукцию заграничную. Да, он будет дороже, так сказать, невыгоднее, но нет, какое дело. Закрою все это дело и буду инвестировать. А вот те, кто мне поставляют, ну останутся без работы. Слушай, ну я же не могу бороться против системы. Вот в чем проблема, понимаешь? И тут вопрос даже не процентной ставки. Хотя он кредитуется у банков, это отдельная история. Он мне рассказывает, как его кредитуют банки. Большинство банков, особенно государства, не понимают его бизнеса. Поэтому, ну это отдельная история, понимаешь, вот этот комплайнс и вот это вот то, другое, третье. Он говорит, понимает только один коммерческий банк. Мы же сокращаем количество коммерческих банков. Это отдельная история. Вот он сидит и говорит, слушай, смотрю я на все это и понимаю. Мужик классный, умница, вот на таких, знаешь, Россия держится. Нормальный, правильный человек, мозги правильные. Предприниматель. Он замечательный предприниматель, удачливый, красивый. Просто, понимаешь, красивый человек с точки зрения, он умеет работать, умеет так, чтобы вокруг него людям было классно. Понимаешь? Зажигательный, веселый. Он говорит, слушай, да в гробу я-то видел все, ну закрой этот бизнес и пойду отдыхать. Я уже не мальчик, буду отдыхать там, где-нибудь буду сидеть, смотреть, на губной гармошке играть, смотреть, как все это происходит. Что будут делать те сотни людей, тысячи людей, которые ему поставляют? Ну, слушай, если государства они не нужны, ну пойдут, наверное, работать на государство. А что значит на государство? У нас будут какие-нибудь, помнишь, что было, союз, от этого не помнишь, молодой, союз плода-импорт, союз агроэкспорт. Я знаю, что такое союз плода-импорт, я знаю, какие-то, соответственно... Ну, ты все понимаешь. Водочные марки им принадлежат. Ну, мы с тобой немножко отклонились, это немного у нас такой... Смотри, на самом деле это очень важно, ты что сказал, ты на самом деле сказал сейчас, что такой политикой, в том числе с повышением ставки, ты постепенно, у нас в стране будет очень много инвестиционных банкиров и крайне мало предпринимателей. Разумеется, разумеется, только это будут не инвестиционные банкиры, потому что, смотри, вот инвестбанкир это кто? Вот ко мне приходят люди и говорят, слушай, это не управление активами, инвестбанкир это тот, кто делает слияние, поглощение... Ну, скажем так, будет большое количество вкладов, просто положит эти денежные средства, грубо говоря, на счет, ну, на депозит, ну, или еще что-нибудь. И все, я буду дальше смотреть, как бы жить, но это система, которая как бы убивает рабочие места, в принципе, и делает... Разумеется. И она без риска, то есть предпринимательство это риск, но для того, чтобы этот риск был управляем, необходимо, чтобы человек решался на него. Вот, а если не получает как бы сверхдохода, ну, то есть никакого дохода, то есть смысл ему рисковать, ему проще положить на... Как сейчас и делают все, то есть сейчас морозится инвестпрограмма, люди кладут денежные средства на депозиты и ждут, ЦБ повышает ставку, придет, соответственно, кэрри трейд, и уже идет фактически. Идет, идет. Да, идет. Вот, то есть на самом деле, как бы, это схема, в которой нет необходимости в промышленности в целом. Бараль, понимаешь, я считаю просто, что мы сейчас делаем, мы имеем шикарные внешние условия, обрати внимание, яркое укрепление нашего рубля. Почему? Да потому что у нас сколько сейчас сверхплановых доходов в нашей стране? 50 миллиардов, да? Только за счет цены на нефть и газ мы получим от минимума, по данным Блумберга, 50 миллиардов в ближайший год. Долларов? Долларов, естественно. 50 миллиардов долларов, которые мы можем направить на помощь нашей же экономике. Это только на первом этапе, то есть с учетом цен, которые будут, а с учетом того, что рост спроса на газ ставит 15%, даже в зеленой энергетике, при всех сценариях, даже при нулевом, выхлопе, рост спроса на газ в 15%, причем тут добыча будет падать. У нас сейчас есть 5 лет шикарной конъюнктуры, даже 2-3 года шикарной конъюнктуры, которая, вот это наш шанс на самом деле, за которую мы можем конвертировать углеводороды и нашу сырье. Что-то вперед. Как сделали Дубай, которые конвертировали в свое сырье, в свое развитие? Они в недвижимость вкладывали, они в IT вкладывали, соответственно, они там сейчас начинают становиться лидерами, кто бы когда-то мог подумал, Дубай лидером, соответственно, по искусственному интеллекту становятся. То есть на самом деле, вот сейчас у нас тут шанс... Что-то они так с Израилем сейчас обнялись и спелись в едином порыве. Мы ждали этот шанс, он начался в этом году. То есть сверх цены на газ, сверх цен на нефть, на уголь. Все наши сырьевые товары в топе сейчас находятся и будут такими точно до следующей весны и, скорее всего, дальше продолжатся, потому что будут проблемы, соответственно, с осланцем. Поэтому у нас вот есть 4 реально года, чтобы конвертировать примерно 100-200 миллиардов долларов по что-то. Это я посчитал по самой нижней линии. Дим, ты в курсе, что есть чемпионат мира по успущенным возможностям? В этом чемпионате мира лидируют несколько стран. Ну, классические, так сказать, чемпионы мира здесь мы и украинцы. Это прямо мы там меняемся. Первое-второе место, так сказать. Еще в этом чемпионате... Я считаю, Ливан тоже имеет смысл включить первую пятерку. Ливан. Потом Венесуэла тоже очень хорошая, так сказать, стремится к лидерам. Вот Аргентина тоже изумительная, так сказать, страна. Периодически подходит у них тоже в свой чемпионат по упущенным возможностям. ЮАР. Ну, ЮАР, слушай, там отдельная история. Нет, с экономической точки зрения там очень хорошие перспективы всегда были. Да, для них сейчас это разим. Ну, да, хорошо, и ЮАР тоже включим. Так вот, у меня такое ощущение, что в этом чемпионате мира мы еще долго будем, к сожалению, лидировать. И мне бы хотелось, чтобы это было подруга. Как бы мы этот чемпионат у себя не принимали в следующем году? Вот что самое главное. Можем. Можем принять этот чемпионат мира у себя запросто. Вот на этой ноте я хочу завершить анализ недели. У нас очень много событий. Ну, ты знаешь, мы сегодня что-то поговорили с тобой меньше о международных событиях, больше как-то футурологии. За будущее. Ну, ты знаешь, может, мы отмечаем будущую сороковую передачу, мы ее как бы не отмечаем, а занялись футурологией. Друзья, но мы в дальнейшем, естественно, исправим эту ситуацию, будем больше говорить все-таки о событиях недели, тем более, что их столько. Опять же, и проблемы у Боинга, и цены на авиакеросин, и, не знаю, там новая атака китайского регулятора, и пересмотр прогноза по инфляции от МВФ, и ЕС, который пригрозил прекратить поставки, кстати говоря, электричества и газа в Британию, и биткоин, который вернулся уже на 60 тысяч, и, и, и. И, кстати говоря, новая революция от Эппл, там много чего интересного. Есть о чем поговорить, и поговорим об этом на днях. Но сегодня мы с тобой решили поиграть в футурологию, тоже иногда полезно. Ну, на самом деле, это тоже очень важно, потому что сейчас начинается такой период, когда как бы определяется, что будет будущее, собственно говоря. Вот. Но это все к чему? Это все к тому, что как бы это время принимать решения. Вот, настало. И вот на этом фоне, Дим, давай поговорим о будущем. Чего нас ждет будущее? Не совсем далекое, а ближайшее. Тем более, что приезжала загадочная девушка. Правда, печенки она в Москве не раздавала, Виктория Нурланд, но, по крайней мере... Сэндвичи. А, сэндвичи, виноват, сэндвичи. Но, тем не менее, в России она приехала. Ну, она там вообще, у нее в коробке, у нее, на самом деле, пакете было и сэндвичи, и печенье, и все что угодно. Вот. Вопрос в другом заключается. Это очень важный момент, вот, связанно тоже с будущим. В чем она заключается? Нурланд приехала, она делала это максимально кулуарно. Это, соответственно, первый, Рябков, это стратегическая безопасность, дипломаты. Второй, Козак, это Украина. И третий, Ушаков, вот, самая важная встреча, почему-то все как-то пропускали. Как правило, такого типа приезда не публичные. Она крайне мало комментировала, так же спокойно уехала, как приехала. Я говорю, я возмущен. Почему она сэндвичи на Красной почте не раздавала? Что происходит? Она фоткалась у Заряди. Фоткалась, да? Ну, тогда все нормально. Да. Но, действительно, вопрос заключается в другом. То, как правило, такого типа мероприятия связаны с подготовкой совместной повестки. Я напоминаю, что у нас Байден собирается, естественно, посещать Рим. Вот. А, естественно, и встречаться с Франциском. То есть, как бы у него там ряд мероприятий, там, естественно, сами будет. Подожди, а это каким оком? А у нас, я напоминаю, господин Байден католик. Причем один из немногих в США католиков. Это очень большая редкость у американских президентов. У нас одного, который... Да, да, они же все в Аспе. Они все протестанты, мастер свои. Ну, я говорю, в Аспе, white, american, протестанты там и так далее. Да, да, да. И католиков там не очень. Правда, кроме Обама. Да. Но, как бы... Но Обама тоже не особо католик. Вот. То есть, грубо говоря, если там католиков, все несколько... Но он не особо white. И один из них очень плохо кончил. Я напоминаю, от Калан Кеннель у нас, например. Вот. Соответственно, проблема заключается в следующем. То есть, у нас на следующей неделе как раз будет мероприятие, посвященное международной повестке. 20-21 часа идентируется, что будет энергосаммит. Вот. Который, соответственно, будет касаться Европейским Союзом, устраиваемый, вы, не мы. Вот. Он будет касаться как раз единой позиции по энергетике. Я напоминаю, что до этого Италия, Греция и ряд других стран предложили создать единую систему закупок. Вот. И резервирование. То есть, мы увидим как бы серьезные дни на рынке. Европейским задом. Знаем, как не собираются Диму переживать с нынешними ценами. Потому что для целого ряда стран это очень большая проблема становится. Все еще какая. Я напоминаю, что там происходит установка производства, например, там. Вот. Из самого последнего там установка, например, там по алюминию произошла в Голландии. Единственный завод алюминия. Вот. Он там установлен. Вот. Это уже скажется на себестоимость производства целого ряда компонентов. Начиная там от банок и пивного отрасли, заканчивая как бы там отдельно взятыми элементами. Я попробую. Вот. Ну а, соответственно, у нас будет в понедельник из интересных дел. Это, соответственно, встреча Меркель и Люксембурга. То есть, это, так сказать, последние уже уходы. Эрдоган у нас поедет в Нигерию. Двухгневным визитом. Казалось бы, самое время съездить туда, как бы находиться в связи с сложной экономической ситуацией. Вот. И собирается совет по иностранным делам. В понедельник. НИЭС. Вот. Скорее всего, мы увидим анонсированные новые санкции в отношении Белоруссии. Сами санкции будут объявлены в ноябре, но общий как бы контур, он уже информационные выходы произошли. Скорее всего, мы увидим именно понедельник, вторник. Вот. Санкции касаются господина Лукашенко и его энергетики. Вот. Нас по касательной цели тоже может задеть, но не в активной фазе. Не серьезно. Соответственно, у нас также во вторник премьер-министр Польши Моровецкий и, соответственно, Урсунов фон дер Ляйн встречаются в Брюсселе. Вот. Причем самое забавное, там будет, соответственно, обсуждение европейских ценностей. Я напоминаю, что у Польши сейчас выпилили большое количество денежных средств в помощи. Именно из-за ценностей. Поэтому там будет очень весело. То есть поляки не разделяют европейские ценностей? А Европа считает, что нет. То есть она даже заморозила денежные средства. Из-за этого Польша отказывала встречаться с представителями Польши, отказываясь сейчас с Меркель. Они отказались, они нашли время, чтобы встретиться. Это было очень забавно, с учетом того, что визит произошел. Вот. Поэтому с этой точки зрения, там идет очень серьезное противостояние. И самое забавное, что именно по ценностям, это будет дискуссия в Европарламенте. Как бы, если у кого-то есть возможность, включаем телевизор, спасаясь паркорным, ну или там планшет, что более вероятно. То есть не барзо, Дуджи, не барзо. Да. А, кстати говоря, параллельно в противофазу Дуду поедет в Бильнюс. Вот. И там, соответственно, будет обсуждать как раз вопрос по энергонезависимости. Я напоминаю, сейчас очень высокий рост цен на электроэнергию в Прибалтике. Пришлось даже 38% у них увеличить закупки из Российской Федерации. Но прежде всего, кстати говоря, из наших атомных... Из того же самого Калининграда, из Российской Федерации. То есть атомная АЭС – это энергетика, так сказать, не очень разрешенная в Прибалтике. Вот. Соответственно, также у нас в Афинах глава климатической политики ЕС представит свое видение на новые инициативы. Прежде всего, мы там увидим про углеводородный налог, поподробнее углеродный, то есть декарбонизацию. И, соответственно, предложение по ветерикам. То есть вот сейчас проблемы с ветериками в этом году. Собираются они очень серьезно усилить инвестицию в зеленую энергетику. Скорее всего, даже отдельные инструменты будут создавать. Мероприятие пройдет у нас в Афинах, это Греция. И продлится до, соответственно, среды. Двухгневные мероприятия. Вот. Соответственно, как раз 21 числа, то есть начинается подготовка к саммиту 20-го часа в вторник. То есть на самом деле будет саммит посещенный будущему Европы 20-21 число. Но основная часть там будет энергетика, в том числе. Зеленое, вот это все остальное, это будет как раз в среду 20-го числа. В этот же момент, соответственно, Эрдоган продолжит свои визиты параллельно по Африке. Он посещает ТОГО. А, соответственно, государственный секретарь США, Блинкин, поедет в Колумбию. Это значит, что там он будет рассказываться по Венесуэле. Колумбия является статистическим партнером США в Латинской Америке. Ходят слухи о том, что... Что здесь ходят слухи? Там идут переговоры между оппозицией и непосредственно Мадуру. Вот о каких-то заявлениях может... Какие-то заявления по этому вопросу, как бы по переговорам с Венесуэлой, можешь представить как раз Блинкин, когда будет в Колумбии. И непосредственно это будет в среду, но поздно. Кроме того, у нас, соответственно, начнется Европейский совет. А самое любимое... Мне кажется, в пятницу отличная тема решилась. У нас в пятницу президент РФ встречается с премьер-министром Израиля. Соответственно, в Москву причем как бы Беннад приедет. Соответственно, визит будет на несколько дней. Переговоры в том числе будут касаться вопросов, связанных с энергетикой, вопросов, связанных, соответственно, с мотиполитической составляющей, по Сирии, Иран, Сирии... Ядерно-иранский вопрос, да. Все будет обсуждаться, очень важное мероприятие, потому что, как мы знаем, соответственно, американцы сейчас пытаются дофорсировать сделку. Переговоры со всеми, которые вокруг находятся, в принципе. Слушай, кстати, насколько я знаю, у Путина были очень хорошие отношения с Натани Аглой. А с Беннетом-то они, по-моему, первый раз видятся. Ну, во-первых, первый раз. Во-вторых, я напоминаю, согласно, соответственно, их новой коалиции, смена каждые два года. Вот у них происходит... То есть у них премьер будет меняться. То есть премьер будет меняться. Вот, поэтому как бы переговоры будут достаточно сложные. Ну, то есть как несложные, это будет знакомство. Вот, поэтому как бы надо посмотреть, как будут устраиваться экономические отношения, причем на короткую составляющую, потому что потом придет уже более правая политика, сформулированная, более правее, чем я сейчас. Вот, так что как будут выстроены отношения, это крайне важно, особенно на фоне того, что Сирия и Иран как бы остаются реальными факторами израильской политики. Также у нас важная тема – президентские выборы в Узбекистане. Вот, они длится достаточно долго, то есть начинаются в воскресенье, длятся до понедельника. Вот, но почему это важно? Узбекистан – один из крупнейших поставщиков энергоносителей, то есть никто не в курсе, соответственно, включая, как бы, соответственно, энергоносители, это важнейший игрок с Китая. Плюс ко всему страна граничит с Афганистаном. Вот, и ситуация там достаточно сложная в последнее время. Вот, поэтому, как бы, от того, что там будет происходить, зависит во многом, как бы, и взаимодействие с Москвой. Сейчас идут военные учения, плюс ко всему, соответственно, Китай, как бы, захочет, чтобы сохранилась, как бы, стабильность в регионе, потому что тоже важнейший игрок, как бы, шелково пути. Дим, я все понимаю, но одну вещь я так и не понял. Ты улыбнулся коварно и сказал, что последствия приезда Нургана будут в Москву, будут достаточно серьезные, а потом элегантно перешел к теме Байдена и встречи с Папой Римским. Что ты тут это недоговариваешь? Смотри, на самом деле, скорее всего, готовится встреча двух президентов. Вот, она так готовится по всем трекам основным. Поэтому, ну, для того, чтобы приехать, ее специально выпилили из списков на... ее специально выпилили из санкционных списков. Причем это взаимное выпиливание было, то есть там тоже, как бы, открыли позицию. То есть странно настолько надо было, чтобы они встретились, что они готовы были пойти против Конгресса, например, потому что Конгресс очень негативно относится к тому, что санкции снимаются в ручном режиме, вот для того, чтобы она приехала. Она практически ни один, как бы, высказывание не произвела, условно говоря, и основная часть переговоров, то есть важнейшая часть переговоров, именно с Ушаковым. Ушаков – это помощник президента, он готовит его повестку. То есть, грубо говоря, с Козаком зачем понятно, с Рябком зачем понятно, но Ушаков – это повестка президента. Это означает то, что готовится совместное мероприятие, с большой вероятностью. И, возможно, оно может произойти, как минимум, естественно, дистанционно. То есть, я напоминаю, все еще лелеет свой самин господин Байден, соответственно, экологический. И плюс ко всему для него крайне важно, на фоне сложной ситуации, стабилизирующий. Наконец, до сих пор все еще висит предложение, связанное с возможным визитом или возможной встречей между двумя президентами еще раз, как минимум. Поэтому с этой точки зрения, если это произойдет, это может стать очень стабилизирующим фактором. Это в крайнем случае будет означать, что дистанционное давление не продолжится. И плюс ко всему, это может стать очень важным фактором для российского фондового рынка. У нас очень большая премия за санкционную составляющую. Если ситуация будет немного разряжена, мы все это увидим в ценных бумагах прежде чем компаний, которые фигурировали в списках. Сбер, ВТБ, Газпром, Роскласс. Но они уже выросли, ты знаешь, они уже выросли, так сказать, отражая все это, но потенциал роста еще есть. Но я другую хочу сказать. Ты знаешь, очень интересные события происходят на российском рынке второго эшелона. Ну, как второе эшелон? Слушай, компании а-ля КАМАЗ, а-ля Росгидро и прочие-прочие. Крупные компании, то есть многомиллиардные. Так вот, я вижу там очень сильное движение. Обрати внимание, сегодня пятницу, опять начались хорошие движения по КАМАЗу, и, скорее всего, я думаю, что там потенциал роста очень неплохой. Мы же будем вкладывать, опять же, в инфраструктуру, а куда без грузовиков? И вообще дорожной техники. Далее, я вижу, что пошли движения и постоянно идут движения по самым разным нашим бумажкам. Я вижу, идет покупка самых разных компаний, и, ты знаешь, интересно вот чего. Глубина рынка-то по нашим компаниям, она небольшая. То есть достаточно на какую-то компанию приходит спрос, там, я не знаю, миллион долларов, то есть для компании ничто, а уже ее котировки могут вырасти и на 3, и на 5%. Вот так что я думаю, что у российского рынка второго эшелона, если только в мире не будет какой-то катастрофы, не будет что-то неожиданного, что вполне возможно, кстати говоря. И поэтому надо быть очень осторожным, потому что все эти акции, в принципе, ну, не самые ликвидные. Надо быть действительно осторожным. И сложно будет выходить. Очень сложно. То есть такие бумаги, если ты хочешь уходить, надо просто оффер ставить и ждать, что тебя заберут. А это можно ждать и годами. Вот, а иногда и много лет. Вот, но тем не менее, я думаю, что вот рынок акций нашего второго эшелона может в действительности так переставиться хорошо. Но они на самом деле очень хорошо реагируют именно на снижение сенсорной составляющей. Они тоже серьезно забирают именно как бы вот, скажем так, глубину захода нерезидентов. Вот, то есть когда они ищут. А компания там достаточно интересная. Росгидр тот же самый, например, он очень много выигрывает, исходя из новых стратегий, связанных именно с интернет-серкетикой. А интерау является одним из крупнейших производителей. Они, кстати говоря, участвовали в этом. Они участвовали в тендере на строительство ветряков. У нас, Саша, прошел. Вот, значительную часть как бы мощности взялся в форум. Вот. На втором месте, кстати говоря, находится дочка Росатома. То есть на самом деле там есть как бы интересные перспективные как бы компании даже у нас в зеленой повестке. Да, конечно. Которые могут очень хорошо от этого получить, как бы, но при том, что не будет санкционных составляющих. Потому что в случае санкционной, вот повторически, то есть как бы по второму эшелону вешай долбанет. То есть будет слишком рискованно выходить, заходить туда на узком рынке. Ну, мораль. Заходить туда нельзя на очень большие деньги. Надо быть крайне осторожным. Но тема возможна. Я просто вижу, что периодически сейчас стали буквально вылетать вверх эти бумаги. Понятно, что риск огромный. И я сегодня моим трейдерам специально подходил, просил не увлекаться, быть очень осторожными. Вот. И желательно, так сказать, если есть прибыль, так сказать, в сторону, в сторону, в сторону. Не рисковать. Вот. Но, в принципе, тема там интересная. И вот действительно, если Россия хоть как-то это все использует, будет здорово. Ну что, я думаю, мы сегодня много чего интересного обсудили. Друзья, огромное вам спасибо за то, что были с нами. Дима, спасибо тебе за сегодняшний безумно интересный разговор. Друзья, всего доброго. И до новых встреч. до юбилейной, которую мы не празднуем, как известно. Господи, мы сейчас еще медали раздадим друг другу по случаю. Дима, почему бы и нет. За оборону Ютьюба. Счастливо. Давай, пока-пока. Пока.